Приветствую всех, вы смотрите канал Апрель, с вами Юлия Кулешова и это уже который такой насыщенный день. В этом выпуске забастовка маршрутчиков, суды, посадки и высадки, митинг в Бишкеке, реанимирование законопроекта Гулешат Асылбаевой, о цензуре в интернете, новый уголовный кодекс, там ужас, что творится. Кажется, ни о чем не забыла. Теперь подробнее. Пешие прогулки это, конечно, хорошо, но не по жаре и не на слишком большие дистанции. А если кому с маленькими детьми надо куда, или пожилым людям с больными ногами. Да, вот сегодня маршрутчики снова объявили забастовку, недовольны тем, что тарифы все не поднимают, хотя обещали им до 15 сомов. В мэрии сказали, что не все так быстро, сначала надо же постановление в столичной горке не же вынести. И в наваре сегодня оказались таксисты. В некоторых случаях цены взлетели до 300-400 сомов. Это чтобы доехать от Шлагбаума до Цума. При этом горожане начали сами помогать друг другу подвозить, если по пути. А мэрия Бишкека заявила, что запустила акцию подвези. И аэропорт Манас выделил 4 автобуса для маршрута номер 100. Перевозят пассажиров бесплатно. Линия следования – это жиломосила Арчабищик. Также будет идти данный автобус по улице Джаев-Батыра, Теналиева, Байтик-Батыра, Джебек-Джелу, Фурманчан-Датка и Ахумбаева. Но автобусов всего 4, а людей много больше. Пытались помочь и патрульные. Довозили до дома пожилых и женщин с детьми, сообщила пресс-служба патрульной милиции. Что будет завтра, сказать сложно. Может, вечером ситуация поменяется, а мэрия все же договорится с представителями бастующих. Тему подняли и в парламенте. Они выдвинули ультиматум и подобное происходит каждый год. Пора уже к Абмину решить этот вопрос. Есть люди, готовые поставить в Бишкек 700 автобусов бесплатно, но мэрия не хочет решать этот вопрос. Может, уже хватит поднимать цены на бензин вместе с ростом доллара. Вопрос с повышением тарифов за проезд отложили на сентябрь. Представители компаний-перевозчиков согласились и пообещали провести разъяснительную работу с водителями маршруток. Сразу два митинга по одному вопросу состояли сегодня в Бишкеке у посольства Турции и у дома правительства. Собравшиеся требовали найти и освободить похищенного, как они полагают, учредителя образовательной сети САПАД Архана Инанды. Считают, что за похищением могут стоять спецслужбы Турции. МВД возбудило уголовное дело по статье «Похищение человека», говоря, дело на контроле у самого министра. Разосланы ориентировки, территориальные подразделения ведутся все необходимые действия и розыскные мероприятия. Экс-депутатов Исхака Перматова и Таландбека Узагбаева закрыли в СИЗО ГКНБ на два месяца до 31 июля. Дело Кумтора. Статья «Коррупция». У Мурбека Бабанова задержали также в рамках дела по Кумтору, но рассмотрение его меры пресечения шло весь день. Адвокаты заявили отвод судье, который признал задержание Бабанова законным. Уверены, что он озвучивает ранее заготовленное решение, но судья отказал в удовлетворении ходатайства. Сам Умурбек Бабанов назвал дело в отношении него «беспределом». Речь идет об отмене Бабановым постановления предыдущего до него, предыдущего, прошлого, которого до него был, премьера Данияра Усенова о передаче 16 330 гектаров земли к Кумтору. Бабанов это постановление отменил, а в последнее время вообще сидел тише воды, ниже травы. Поддержал Джапарова на выборах президента, перевел 100 миллионов сом в бюджет, после чего уголовные дела против него были прекращены. А теперь вот. И Первомайский суд решил оставить Мурбека Бабанова в СИЗОК КНБ на два месяца до 31 июля на время следствия. Ранее на два месяца в СИЗОК КНБ припроводили депутатов Торубая Зулпукарова и Уау Асулбека Джинбекова. У Соронбая пока иммунитет, про него скажу чуть позже. А пока вот про борцов с коррупцией. Ранее Камчебек Ташиев, да, вот этот вот, который обнимашкался с Бабановым, только что снежных ангелов вместе не делали. Так вот, Ташиев объявил, что ряд чиновников пригласят на допросы. И сегодня в Джалабаде он намекнул, что чаше сия коснется и бывших президентов. Мурбека Бабанова в СИЗОК КНБ. Акубек Джапаров заявил, что выявлены случаи предальства интересов кыргызской стороны при распределении прибыли и предоставления канадскому предприятию ряда привилегий и налоговых льгот. Сам он, конечно же, чист и бел, аки ледник. Какая-то затянувшаяся практика двойных стандартов. Еще думаю о том, сколько же теперь денег выкачают в свои карманы, то есть, простите, в бюджет, разумеется, в бюджет. Ну, посчитают кто и сколько нанес ущерба и потом под домашний арест. Очень удивлюсь, если вдруг окажется не так. Был бы человек с деньгами, а статья найдется. А пока так происходит, вся эта борьба с коррупцией выглядит для меня как пыль в глаза, либо как способ борьбы с неугодными. В зависимости от личности человека самого. Так вот, очередной пример. Пожалуйста. Бывшего вице-мэра Бишкека Мерлана Амантурова Первомайский суд отпустил под домашний арест. А обвиняют его в растрате 100 миллионов сомов, которые должны были пойти на ремонт дорог в столице. Ну вот, я прям даже не знаю, все больше и больше убеждаюсь в мысли, что есть какая-то схема. Задержание, отсиживание, суд, отчисление и домашний арест. Уже видели на примере того же Араима Матраимова. Там вообще признал себя виновным, сделка со следствием, отчисление свободен. Вот такая схема. Раим миллион! Раим миллион! Хамалат! Да-да, пора бы уже забыть, наверное. Вообще, раз такое дело, то где прозрачность? Ну, пусть ГКНБ или какая-то другая ответственная структура сделает сайт открытых данных, где было бы видно, от кого и сколько пришло, насколько пополнен госбюджет, точно ли идут возмещения ущерба или так. Сказки одни. Теперь про Сорунбая Джинбекова. Можно было бы позлорастовать, что круг-то сужается? Ну, что-то мне как-то сомнительно. Задержаны активисты движения Кыргыз Умюту, требовавшие лишить Сорунбая Джинбекова статуса экс-президента. Сегодня рано утром активисты вышли на митинг к Дому правительства. Мэрия Бишкека была уведомлена о предстоящей мирной акции, говорят активисты. Но когда они установили юрту, появились сотрудники милиции, которые запретили проводить митинг. Они, милиционеры, демонтировали юрту, а участников акции, их было около 20 человек, забрали в Первомайское РОВД. В РОВД заявили, что у активистов не было разрешения на установку юрты. Ну и почему же активисты уверены, что Сорунбая Джинбекова нужно лишить статуса экс-президента? Ну, чтобы его можно было привлечь к уголовной ответственности за то, что произошло на площади 5-6 октября. За силовой разгон митинга, за ранения, которые получили митингующие, за гибель молодого человека. Вообще, Сорунбая Джинбеков отработал всего три года. Из положенных по прошлой конституции, по той, по которой он взбирался, отработал всего три года, из положенных шести лет. Но получает полную пенсию, словно отработал на все сто и теперь пользуется всеми привилегиями. И вот сейчас задержали его брата, Аслбека Джинбекова, которого называли серым кардиналом парламента. Думаю, пора делать ставки. Когда же отпустят и за какую символическую сумму? Конституцию изменили, теперь под нее подгоняют все, что нужно подогнать. Усиленную роль Генеральной прокуратуры надо подогнать уголовный кодекс. Но так, чтобы одним стало более комфортно, а те, кто нуждается в защите, лишились и шанса на нее. Такое вот считывается у некоторых экспертов. Сегодня в Бишкеке состоялся круглый стол по обсуждению нового кодекса. Многие из действующих сегодня норм прописаны кровью женщин, убитых, искалеченных, изнасилованных, морально униженных насильниками. И мы очень сильно обеспокоены быстрыми темпами, какими быстрыми темпами и без какого глубокого анализа и наличия четкой концепции перекраивается сегодня уголовное законодательство. Важно исключить возможность примирения сторон по данным статьям, виновные в этом насилии, он должен понести наказание. Второе. Применение пробаций к тяжким преступлениям. Мы считаем это недопустимым. Освобождать от наказания с применением пробационного надзора лиц, совершивших такие преступления, как изнасилование, похищение с целью вступления в брат, принуждение к вступлению в фактические брачные отношения, насильственные действия сексуального характера, торговля людьми, причинение тяжкого вреда здоровью и пытки. Предлагаем соблюсти принцип справедливости наказания и не создавать коррупционную возможность уйти от реального наказания, осужденным за эти преступления. В проектном уголовно-процессуальном кодексе в новой редакции предлагается вернуть институт доследственной проверки. У нас вызывает озабоченность тот факт, что на стадии доследственной проверки предполагаемая потерпевшая еще не обладает процессуальным статусом потерпевшей. Это лишает ее возможности в полной мере отстаивать свои права до окончания доследственной проверки. Зачем мы проводим эту реформу? Только потому, что прокуратура этого захотела? Потому что правоохранительные органы обратно хотят затащить нас в 90-е годы? Не хотят работать по новым кодексам? Это не может считаться основанием. Также, получается, где анализ? Нету никакого анализа, никаких исследований. Конституция предусматривает разделение уголовного деяния на преступления и проступки. Внимательность почитаем нашу Конституцию. В вашем новой редакции вообще проступки к кодексу выбывает тем самым, это идет очень большое нарушение нашей действующей Конституции. Прошу вас на это обратить внимание. И по административной я хотела бы тоже задать вопрос, который будет у вас арестовать. Где вы будете размещать, достаточно ли у вас будет мест для задержания административных, или вы будете строить новые здания для таких задержанных? Так нельзя, так нельзя, просто огульно ахайл. Мы постарались сделать, разработать новые редакции. Соблюдайте тишину, пожалуйста, чуть-чуть, пять минут осталось. Только для улучшения положения человека, прав человека. Вот лишь некоторые моменты, и генеральный прокурор Гурманкул Зулушев в свою очередь уверен, что работа проделана отличная. Говорит, что убрали проблемные места из действующих кодексов и оставили все только лучшее. Вообще все улучшили. А содержательная часть уже завершена, идет работа по выявлению технических ошибок, сказал Зулушев. И про свободу слова, цензуру и про авторшую мема «Фейк – это зло». «Фейк – это зло, это ложь!» Опять подняли законопроект о манипулировании информацией в интернете, который, по сути, равнозначен ведению цензуры в интернете. Гульшата Солубаева свое время инициировала, а Сорунбай и Джейнбеков под давлением общественности и после ряда митингов вернул документ на доработку. И сегодня Министерство культуры заявило, что выступает против этого законопроекта. Нет ресурсов, говорят. Гульшата Ходоровна, вот к вам, как к автору законопроекта, может, все-таки откажетесь от этого законопроекта? Ну, уже вот октябрьские события прошли. В новой конституции в статье 10 написано «цензура запрещена». Все-таки мы понимаем, что этот законопроект больше был Джейнбековский, Матраимовский. И чтобы защищать их, был направлен против активистов. Он все-таки в пользу власти. Тем более, учитывая, какая сейчас ситуация происходит. Может, оставим все-таки, а, вот все как есть пока. Вот этот законопроект, было бы хорошо пока отказаться от него, не создавая даже рабочей группы. Могу ответить? Дастан Долобович, я бы не хотела, чтобы вы политизировали этот вопрос и навешивали ярлыки на законопроект. Это, ну, как бы, все-таки ваше личное мнение. Давайте мы двигаемся по регламенту. Пришли возражения на законопроект, и он внесен. И определен состав согласительной группы, которая будет работать. И группа согласительная в составе министерств, ведомств, инициаторов и профильного комитета определит дальнейшую судьбу. Если это был бы обычный законопроект, естественно, я бы согласился бы с вами. Это не обычный законопроект. И мы понимаем цели этого законопроекта. Политическую окраску законопроекту даете лично вы. Я депутат, поэтому я, естественно, буду давать политическую окраску этому законопроекту. Потому что он, с юридической точки зрения, он только направлен на то, чтобы бороться с инакомыслием. Дастан Долобович, еще раз повторяю, что будет согласительная группа, и какое решение будет, с тем решением я соглашусь. Вот поэтому я и прошу, чтобы меня тоже в рабочую группу включили. Второй раз говорю, нет. А я, например... Нет, ну вы одна тут не решаете. Нет, вы говорите. Я вам зачитываю регламент. Тут решает парламент. Дастан Долобович, я вам зачитываю. Не вы одна должна решать. Я не говорю, чтобы я решаю. Здесь решает парламент. Можно не перебивать, пожалуйста? Что у вас за манера такая? Ну, это у вас манера перебивать. Я не договорила, вы меня перебили. Хотите только, чтобы ваша точка была, что ли? Давайте я еще раз скажу. Согласно статье 63 регламента Джогу Кенеш, состав согласительной комиссии, это не я придумала, написано. Это закон опять... Давайте соблюдать. Вы же говорите, что вы законодатель. Входят инициаторы и члены профильного комитета. Не добавила, не убавила. Теперь я могу сказать по девятому вопросу. Я вам скажу так. Наш регламент в корне уже противоречит Конституции Кыргызской Республики. Новой Конституции. Ничего страшного, если я туда войду, почему вы это... Решили в парламенте, что нужно создать группу, чтобы доработать этот безумно очень, очень и очень важный законопроект. И, наконец, принять его же надо, наверное, видимо. Ну, никак же без него нельзя жить-то. Бекешеву просился туда. Его не пустили. А Солубаева заявила, что только инициаторам и членам профильного комитета можно. Но почему-то оказалось, еще можно представителям Минюста, Минэконома, ГКНБ. А, и нужен позитив. Позитив. Сегодня радуемся за бывшего адвоката Садыра Джапарова. К успеху пришел. Замирбек Базарбаев стал судьей Верховного суда. Ура, товарищи! Такие вот дела. Всем добра. Пока. Субтитры подогнал «Симон»